Как молиться задают вопрос многие люди, которых в детстве учили песням «Взвети с кострами синие ночи», но никто не научил молиться. Во-первых, для чего молиться? Почему важно молиться? Многие люди верят, что есть Творец Мироздания, Бог, который сотворил Мироздание. Бог называет его Высший Разум, Бог Вселенная, Квантовая Реальность и так далее. Но большинство людей понимают, что есть та реальность, которая к нам приходит. Она связана, во-первых, с тем, что человек хочет, с его запросом. У каждого из нас есть запрос. Я хочу то, я хочу это, у меня цель такая, у меня цель такая. Это все запросы. И мы эти запросы создаем ментально, мы в мыслях создаем нити запросы. И дальше эти запросы мы начинаем реализовывать. Но если ты спросишь любого человека, который достиг большие цели, например, Дональд Трамп, он тебе скажет, что чем больше я работал, тем больше мне везло. То есть в любом случае процесс достижения целей и создания чего-то большого, успешного, жизни, любые достижения, это вопрос везения. Но везение, оно складывается, естественно, с работой вместе, но без везения никак. А везение откуда везет? С неба везет. И как же попросить у Бога, как же попросить у Всевышнего, у Создателя Мироздания, чтобы он дал тебе удачу и везение? Это главный вопрос, на который я сейчас дам понятный, схематичный, короткий ответ. И в конце, в конце я расскажу тебе самый важный секрет, который является лайфхаком, дополнением. Но без него машина не едет, без него молитва не работает. Первое, что нужно для успешной молитвы, это понять, перед кем ты молишься. То есть нужно включиться. Представь, что Всевышний, Творец Мироздания, Создатель, это не мужик, который сидит на облаке, это тот, кто создал Мироздание, который каждую секунду обновляет Вселенную. Мы не можем понять, кто он, он непостижим для человеческого восприятия. Но мы знаем, что он Творец, Создатель, и у каждого из нас внутри есть связь с этим Творцом и Создателем на уровне души. То есть есть некий переход, такой Wi-Fi, переход в какой-то другой интернет, в другую реальность. И вот в этой реальности, безграничной, непостижимой реальности, у каждого есть соединение потенциальное с Творцом Мироздания, которое ежесекундно возобновляет этот мир. И теперь представь ситуацию, что ты присоединяешься, подключаешься к Творцу Мироздания. Представь вообще эту ситуацию. Ее, конечно, представить очень сложно, потому что когда-то один римский император спросил великого мудреца, Раби Ативу. Он ему говорит, если бы я Бога увидел, я бы, конечно, в Него поверил. Раби Атива ему говорит, отлично, у тебя есть такая возможность. Завтра в 12.00 в полдень встречаемся, я тебе покажу Бога. Этот римский вельможа приходит, значит, в Иерусалиме дело было, приходит площадь, полдень, лето, встречается с Раби Ативой. Раби Атива ему говорит, смотри, вот сейчас тебе нужно посмотреть в центр солнца, и 10 минут ты смотришь в центр солнца, и Всевышний показывается. Тот ему говорит, послушай, я не могу смотреть в центр солнца, у меня глаза сгорят. Это не в моих силах смотреть 10 минут в центр солнца. Раби Атива ему говорит, ну вот видишь, ты даже в солнце, которая песчинка для Всевышнего, для Творца Мироздания, 10 минут не можешь смотреть. А как ты собираешься увидеть того, кто ежесекунда возобновляет существование всей вселенной? И Римский вот этот вот человек понял, что Бога действительно постигнуть и увидеть нельзя. Но, когда ты становишься ему молиться, ты должен для себя осознать, что сейчас ты на духовном уровне, не на уровне восприятия, не на уровне чувств, не на уровне ощущений, не на уровне физического мира, а на духовном уровне ты сейчас соединишься с Творцом Мироздания. И в этот момент, когда ты думаешь о его величии, о том, что он каждую секунду возобновляет существование всей вселенной, в этот момент первая стадия молитвы завершена, ты подключился. Как только ты это осознал, что ты с ним соединился, ты с ним соединился. Все идет снизу, как говорил царь Давид, что Бог как тень от твоей правой руки. Ты пошевелился, он ответил. Первая стадия подключения к Богу через осознание его величия. Вторая стадия. Вторая стадия молитвы это формулировка то, что тебе нужно, то, что ты хочешь, то, как ты видишь свою жизнь. Каждый человек, он создан хотящим. Бог так создал людей, сотворил человека, что человек хочет. И Всевышний так через наши желания, он с нами соединяется. То есть ты хочешь, и вот в какой-то момент ты смотришь это видео, и ты дошел, что чтобы получить свое желание, мне надо соединиться с Творцом Мироздания. Вот, вот для этого Всевышний создал мир и создал все сложности. Если бы ты был с ним соединен, если бы весь мир был соединен с Богом, то не надо, не было бы никаких сложностей. Вторая часть молитвы это соединение со Всевышним с просьбой решить твои сложности, чтобы ты мог его потом за это поблагодарить. То есть сложности это как интерфейс, через который ты соединяешься с Богом. И вот ты просишь о здоровье для себя, для своих близких. Вот ты просишь о деньгах для себя, для своих близких. Вот ты просишь о мире, чтобы люди перестали дивнуть. То есть ты просишь у Всевышнего то, что нужно тебе, и специально он так сделал, дал тебе недостаток, чтобы ты попросил, а он его восполнил. Ты просишь все, что тебе нужно, просишь, плачешь. То есть чем больше ты вкладываешь туда эмоций, тем сильнее твои слова, мысли и желания, они переформатируются в духовный сигнал, который идет к Творцу Мироздания через твою душу. Дальше. Третья часть молитвы – благодарность. И ты благодаришь Всевышнего, говоришь ему, спасибо тебе, Создатель мира, за то, что я дышу, за то, что я есть, за то, что я прожил столько дней, за то, что я смотрю это видео, за то, что я существую. Вообще это все подарок, все, что есть у тебя сегодня – это подарок, никто тебе ничего не должен. То, что сперматозоид соединился с яйцеклеткой и то, что после этого вся эта история выросла в тебя – это подарок. Каждая секунда жизни каждого из нас – это подарок от Всевышнего, и за это нужно благодарить. И когда ты благодаришь, ты сразу начинаешь получать вот это вот благоденствие от Всевышнего. То есть тебе, когда ты благодаришь, тебе уже сразу становится хорошо. Так работает молитва. Теперь лайфхак. Лайфхак такой – если ты хочешь, чтобы твоя молитва была услышана, нужно молиться вначале за других людей. То, что нужно тебе, проси у Всевышнего, чтобы тебе нужно здоровье, проси здоровье для всех своих родственников, близких, для людей. Проси для них, и тогда ворота открываются, и первый, кто стоит возле этих ворот молитвы – ты. Тогда на твою молитву Всевышний раньше отвечает.